Привет, друзья! С вами я, Алиса, и это новый выпуск Newsweek, где вы узнаете, что владельцы Тесла смогут проводить видеоконференции прямо в своих электрокарах. Также компания готовится к производству собственных аккумуляторных элементов. Естественно, расскажем про прогресс нашего любимого Старшипа и много-многое другое. Ну что ж, начнем? Илон Маск подтвердил в Твиттере, что владельцы Тесла смогут проводить видеоконференции прямо в своих электрокарах. Это поможет сэкономить время, деньги и нервы, ведь вам не придется ездить в офис. К тому же, в нынешних коронавирусных условиях эта функция почти незаменима. Сейчас вы сидите в зуме на совещании своей гостиной или кухни, а скоро сможете делать это из своей Тесла Model 3. Электромобили Тесла для видеоконференции, возможно, будут использовать камеру, направленную в кабину. В Model 3 она встроена в зеркало заднего вида, хотя ее назначение было неизвестно в начале поставок, пока Маск не подтвердил, что она может быть использована для записи взломов в режиме охраны автомобиля Sentry Mode. Кроме того, камера будет использоваться, когда электромобили Тесла будут активны в сети робот-акси, чтобы наблюдать за тем, как ведут себя пассажиры. А вот вам концепт боевого Тесла Cybertruck в камуфляже с установленной на крыше пушкой, разведывательным дроном и дополнительной броней от автомобильного дизайнера Яна Пайзерта. Свою оригинальную концепцию дизайнер представил на YouTube-канале Electric Futur. Автор консультировался с военными специалистами и другими дизайнерами для того, чтобы максимально реалистично сделать рендер. Согласно видео, на миле 3-версии пикапа можно отправиться как в разведывательную миссию, так и прямиком в горячую точку. Как вам такое? Компания Тесла готовится к производству собственных аккумуляторных элементов. Для этого она заказала машины для формовки аккумуляторов у корейской компании Hanwha. Ожидается, что план по производству так называемый секретный проект Roadrunner будет объявлен через несколько недель на мероприятии Tesla Battery Day. Илон Маск, говоря о предстоящем Дне Батарей, сказал, что это будет один из самых захватывающих дней в истории Тесла. И намекнул на объявление о следующих фабриках по производству батарей Terra Factory. Объявляя о первой Gigafactory, Тесла решила назвать фабрику так, потому что она собиралась производить батареи общей емкостью на ГВт в час. Terra Factory сможет производить аккумуляторные батареи уже на 1000 ТВт в час или примерно в 20 раз превышающую текущую мощность производства Panasonic на Gigafactory 1 в Гливаде и в несколько раз больше мирового производства аккумуляторов для электромобилей вместе взятых. Уже несколько дней весь мир наблюдает противостояние самого успешного производителя электромобилей в мире с округом Alameda. Президент США Дональд Трамп вмешался в тревожную ситуацию и заявил, что Калифорния должна позволить компании начать работу уже сейчас. Округ Alameda, вопреки заявлению губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, запретил автопроизводителю открываться. Округ, опираясь на выводы неизбранного, временно исполняющего общественного санитарного инспектора, запретил открытие завода Tesla, вопреки губернатору, президенту и конституционным свободам. Это привело к тому, что автопроизводитель был вынужден подать в суд на округ Alameda. Журналисты и некоторые политики начали борьбу против Tesla и Маска, публикуя ложную информацию о том, что компания готова заплатить жизнью своих сотрудников, чтобы заработать деньги. Однако никто из них никогда не упоминал тот факт, что все автопроизводители США уже открылись и начали работать. Tesla Model 3 выходит на первое место по продажам электромобилей в Европе. Продано свыше 16 тысяч единиц. В марте на европейском рынке электромобилей и гибридов было зарегистрировано 84 тысячи машин, плюс 41% по сравнению с прошлым годом. Это большое достижение в текущей ситуации. Это происходит в то время, когда общий автомобильный рынок был в упадке, минус 52%. Доля электромобилей и гибридов в марте увеличилась до удивительной 9,9%. Увидим ли мы, что доля электромобилей в этом году достигнет двузначного числа на европейском рынке? Возможно, остается дождаться конца года. Audi разработала интересные системы зарядки электромобилей все в одном – с батареями, встроенными в контейнеры с дверной системой, похожие на крылья чайки. Три зарядных контейнера оснащены четырьмя БУ-батареями от Audi и Tron, которые обеспечивают общую зарядную мощность примерно 700 кВт на трех зарядных терминалах. Каждый из них мощностью 150 кВт. Они имеют емкость около 1 мВт в час. В этом проекте Audi сотрудничает со швейцарской энергетической компанией ABB. Это решение позволяет свести к минимуму нагрузку на местную сеть, в частности, в периоды пикового спроса. Сами контейнеры заряжают от гидроэлектростанции возобновляемого источника энергии, тем самым создавая систему по-настоящему экологичную с нулевыми выбросами. Такая система зарядки напоминает новый мобильный Tesla Supercharger, работающий на базе Megapack, но в более законченном варианте. IKEA потратила 2,8 млрд долларов на зеленую энергию в прошлом году. На эти деньги был приобретен 1 млн солнечных батарей для 370 магазинов и складов компании, 535 ветреных турбин и два солнечных парка. Шведский мебельный гигант будет использовать для своей продукции только возобновляемые и перерабатываемые материалы уже к 2030 году. Они также собираются прекратить использование одноразовых пластиков. Кроме того, к 2025 году компания стремится выйти на уровень нулевых выбросов вредных веществ. Это фантастическая инициатива, и как можно больше розничных продавцов должны последовать примеру IKEA. Азбука вкуса, перекресток, вкус вилл – мы ждем ваших инициатив. Подумайте обо всех этих площадях на крыше. IKEA поступает так, потому что это дешевле, чем платить за городское электричество. Компания Tesla начала сотрудничество с Sunrun – крупнейшим в США установщиком солнечных батарей для развертывания сети Powerwall совместно с генерирующими солнечными системами. Не так давно Tesla, благодаря поглощению SolarCity, сама была крупнейшим в США установщиком солнечных батарей. Однако позже SolarCity прошла через реструктуризацию, и установки панелей значительно замедлились. В последнее время компания пыталась дополнить свои солнечные установки новой услугой подписки на солнечную энергию и новыми солнечными черепицами. Но она все еще далеко позади Sunrun, которая стала крупнейшим в США установщиком в 2018 году и уверенно удерживает лидирующую позицию до сих пор. Впервые возобновляемая энергия в США целый месяц превосходила по производительности уголь. Согласно данным, полученным от Агентства по энергетической информации США, впервые возобновляемые источники энергии, а именно солнечная, ветровая и гидроэнергетика, ежедневно производили больше электроэнергии, чем уголь в течение всего апреля 2020 года. Уход от угля в производстве электроэнергии ускорился в 2020 году из-за ряда факторов, в частности низких цен на нефть, более теплой погоды, значительного количества новых возобновляемых мощностей, подключенных к сети в конце прошлого года. А в последнее время и более низкого спроса на электроэнергию в результате экономического спада из-за коронавируса. Высокая стоимость угля делает его все менее привлекательным топливом для многих коммунальных предприятий, и эта тенденция отражается в снижении его доли на рынке источников для производства электроэнергии. Так держать долой уголь, даешь возобновляемую и чистую энергетику. Давайте посмотрим, что произошло в Бока Чика за неделю. Прогресс Starship SN4. 8 мая с прототипа был снят двигатель Raptor SN18, а конструкция для симуляции двигателей была снова помещена под прототип. 9 мая была тестовая попытка проведения нового креотеста, а 10 мая она успешно состоялась. SN4 выдержал тест на высокое давление в 7,5 Ватт и симуляцию нагрузки двигателей Raptor при креотесте. Еще один маленький, но важный шаг в многоразовой межпланетарной пассажирской и транспортной системе. 10 мая двигатели Raptor SN20 доставили на стартовый комплекс и через некоторое время установили на SN4. Именно этот двигатель, как ожидается, поднимет прототип SN4 в воздух для его первого прыжка на 150 метров. Но вначале должно состояться огневое испытание прототипа, перекрытие намечено на 14-18 мая. Теперь перейдем к прогрессу со Starship SN5. Скептицизм в отношении прототипов немного поубавился, но все-таки не все бочки из нержавейки могут в два огневых испытания. А в это время в Эпангаре площадки в Бока Чика произошла интеграция верхней части бака SN5 с основной частью прототипа. На площадке была перевернута и соединена основная часть двигательного отсека и юбка отсека. И 13 мая, наконец, состоялось важное событие. Двигательный отсек интегрировали с основной частью баков прототипа. На двигательном отсеке замечено большее количество теплозащитных плиток, чем ранее можно было увидеть на SN4. Напомним, что компания этим тестирует крепление плиток к корпусу прототипа. А между тем, ангар-ветры укрытия снова начали использовать для сборки прототипов. Туда помещена часть корпуса обтекателя прототипа SN5. И, наконец, Starship SN6. Создание прототипа Starship SN6 идет полным ходом. Это уже третий прототип, что существует в одно и то же время. Нет, вы не запутались, это SpaceX ускорились. На площадке уже идут работы с самой верхней частью верхнего бака прототипа. Отметим, что на крышке бака заметна надпись «Сварено роботом». Это означает, что команда испытывает роботизированную сварку для прототипов, что должно еще больше улучшить качество сварных швов и увеличить скорость создания прототипов. Нижняя часть верхнего бака с днищем бака также ожидает проведения работ с ней. Новый обтекатель был замечен в палатке комплекса. Отметим, что Илон Маск говорил, что жесткой привязки обтекателей к прототипам больше не будет. Также замечена часть корпуса обтекателя. Похоже, компанию удалось создать быстрое производство прототипов. Темпы их возведения поистине впечатляют. Что касается инфраструктуры, то 8 мая на посадочной площадке была замечена сборка нового стартового стола для прототипов. Пока только сама сборка, а уже 12 числа с посадочной площадки было убрано все находившееся там оборудование. Новый стартовый стол переместили за пределы площадки. При этом осталась большая стальная конструкция, над которой велись работы. Ранее на площадке уже была смонтирована система пожаротушения. Команда готовит площадку к приземлению прототипа. Прыжок ожидается уже довольно скоро. А еще в Бока-Чика было обнаружено лого, на котором, возможно, изображены новые опоры ускорителя Super Heavy. На этой неделе пользователь Алекс Делдафилд выложил в Твиттер собственноручные рендеры будущего космического корабля SpaceX и Super Heavy. Автор написал, что сам он не очень доволен результатом, но подумал, что это достаточно хороший рендер, чтобы показать его. Илон Маск, однако, ответил на это, что рендеры выглядят вполне похожими на правду. Также он добавил, что корабль будет выглядеть абсурдно высоким и иметь гораздо больше оборудования наземной инфраструктуры. А как будет выглядеть лунная версия Starship? В сети появились очень интересные рендеры, а также обсуждение того, какие риски связаны с предложением SpaceX доставить на Луну астронавтов. Это предложение может изменить игру в освоении космоса, но сопряжено с рисками и сложностями, которые угрожают расписанию для достижения цели НАСА по возвращению человека на Луну к концу 2024 года, говорят чиновники агентства. SpaceX предложили Starship. Очевидно, что это совсем другой корабль, нежели мы привыкли видеть. Он может абсолютно изменить игру. Поэтому мы не хотим сбрасывать со счетов Starship. Мы хотим двигаться вперед. Если у них будет успех в разработке, мы хотим использовать этот успех вместе с ними, сказал директор НАСА Джим Брайденстайн. В SpaceX сказали, что Starship, предназначенный для миссии Артемиды, не будет летать с теплозащитным экраном и крыльями, используемых для возвращения на Землю. Вместо этого корабль останется в космосе для многократных рейсов между поверхностью Луны и Лунной орбитой. Стив Юрчик, третье должностное лицо НАСА, заявил, что корабль Starship превышает все пороговые требования НАСА для системы высадки людей на поверхность Луны. В частности, предложение SpaceX соответствует всем целям демонстрационной миссии 2024 года в рамках программы HLS. Операции сближения, стыковки и рестыковки и вертикальной посадки, заявил чиновник агентства. Также мы бы хотели напомнить вам о том, что SpaceX успела сделать за апрель 2020 года. Состоялся успешный запуск миссии Starlink-6, который доставил 60 спутников на орбиту. Первая ступень села на платформу окислей, створки и обтекатели были спасены. Starship выбран участником программы НАСА «Артемис» по доставке человека на Луну. Назначена дата запуска миссии НАСА SpaceX Demo 2 – 27 мая. Корабль Dragon 1-й версии завершил 20-ю и последнюю для него миссию на МКС. Тесты Starship SN3, разрушение прототипа, повторное использование части двигательного отсека. Криотест прототипов Starship SN4, колоссальный прогресс в Бока-Чика, сборка Starship SN4, SN5 и SN6. И многое-многое другое. Подробнее вы можете узнать по ссылке под этим видео. А в мае нас ждут еще более космические события. Подготовка их ждет полным ходом. А что самое главное в подготовке? Правильно, генеральная уборка. Так что НАСА обновляет свой логотип. Новый вариант очень вас удивит. Агентство явно идет в ногу со временем. Появились очень интересные кадры, как будет выглядеть стыковка Crew Dragon с МКС. Crew Dragon будет автономно стыковаться с МКС и отстыковываться от нее. Но при необходимости экипаж может взять управление на себя и осуществить ручное управление кораблем. Очень интересный случай произошел на этой неделе с другим кораблем-спасательным судном Go Searcher, который на этот раз спас человека, дрейфующего в акватории порта Канаверал. 8 мая корабль ушел на тесты с макетом Crew Dragon. При этом команда заметила человека в воде, который отплыл от своей лодки и не мог вернуться обратно из-за течения. Команда спасла его из воды с помощью моторной лодки. Человек пробыл в воде около двух часов, но сейчас с ним все хорошо. Кроме того, 13 мая платформа GRTI вышла из порта Канаверал на первые испытания после модернизации и установки четырех новых двигателей. Ожидается, что она проведет тесты в акватории порта. А корабль Go Navigator провел тренировки с макетом корабля Crew Dragon. Новости про Starlink 7. Сейчас SpaceX готовится к важнейшему событию в своей истории – полету корабля Crew Dragon с экипажем. Но сначала нас ждет запуск миссии Starlink 7. Предварительно запуск восьмой миссии по выводу 60 спутников Starlink ожидается теперь не ранее, 17 мая в 11 по Москве. Ракета запустит партию из 60 спутников Starlink для одноименной группировки компании. Миссия будет первым запуском спутников Starlink с прототипом конструкции зонтиков от Солнца, предназначенным для того, чтобы сделать каждый спутник Starlink почти невидимым в Земле. Если технология покажет себя успешно, компания планирует оснастить все будущие спутники Starlink такими зонтиками. Кроме того, во время этого запуска компания испытает новый подход к ориентации спутника, также разработанный для меньшего воздействия группировки на наземные астрономические наблюдения. Компания попытается наклонить спутники таким образом, чтобы они давали очень небольшую площадь поверхности для отражения солнечного света. SpaceX может потенциально уменьшить или полностью убрать такие отражения хотя бы временно. По предварительным данным для запуска будет использоваться ступень B1049-5, для которой это будет уже пятый полет. Около месяца остается до испытаний вакуумной версии двигателя Raptor. Известный как Raptor Vacuum, этот ракетный двигатель как следует из его названия является вариантом базового двигателя Raptor, оптимизированным для максимальной производительности в условиях космического пространства. Наличие только обычных двигателей сильно бы ограничивало вывод спутников на более высокие орбиты, тем более путешествия на другие тела Солнечной системы. Еще в мае 2019 года SpaceX взялась оперативно разрабатывать такой двигатель, и спустя несколько недель Маск заявляет, что испытания вакуумного варианта начнутся в июне 2020 года. Появилась первая фото-трансивера для Starlink. Это оборудование используется для передачи сигнала, то есть интернета Земли на спутник. Не надо путать оборудование с пользовательским терминалом. Стоит отметить, что прибор сделан в специальной версии и оборудован усиленными коммуникационными разъемами. А теперь к новостям других космических компаний. Firefly проводит приемочные испытания всех элементов и систем Alpha Flight 1, первого летмана экземпляра ракеты. 13 мая топливный бак жидкого кислорода первой ступени успешно прошел приемо-сдаточные испытания. Ракета-носитель Alpha использует самый большой в мире цельнокомпозитный кислородный бак, благодаря тому, что Firefly способна создавать самые легкие, прочные и недорогие баки в своем классе. Приемо-сдаточные испытания включали в себя заправку бака с жидким азотом и прикладывание к нему 113 тонн сил осевой нагрузки с помощью нового современного прочностного испытательного стенда Firefly. А на этом у нас все. Надеемся, вам понравился выпуск. Если да, то не забывайте поддерживать нас, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями, берегите себя и помните, будущее уже наступило. Увидимся через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok